Ребята, всем привет! Можно сказать, что у меня исполнилось две мечты. Первая, я купил камеру Canon 5D. Сейчас я про нее расскажу, что мне понравилось, что не понравилось. Я успел съездить с ней в поход, отснял примерно полторы тысячи снимков. Ну и первое впечатление у меня уже некое мнение сформировалось. А вторая, можно так сказать, мечта в кавычках, это то, что я еще думал с 2008 года. Я хотел на камеру Canon нацепить ремешок Nikon. И это мой первый ремешок от камеры D80. Собственно, он до сих пор со мной. Вот такой вот есть у меня заморочка. Камера сама по себе перешла уже в разряд Vintage Digital, то есть винтажных цифровых камер, как их называют в англоязычных ресурсах, на Reddit, например. Очень много я пересмотрел обзоров, наверное, видео 50, не меньше, не преувеличиваю сейчас, просмотрел. И один из минусов обзоров, который я нашел, очень мало люди прикладывают фотографий. Поэтому я постараюсь за все время, пока вы меня слушаете или смотрите, я постараюсь все это время максимально заполнить фотографиями. Они будут без обработки, то есть так, как я их снял, с косяками в экспозиции, там, светлые, темные. И что я из них получил, чтобы вы тоже смогли представить, ну, насколько они редактируемы. И постараюсь также выложить фотографии куда-то в интернет, на диск залить, ссылку тогда напишу в описании. Перед тем, как перейдем к плюсам-минусам, отдельно хочется отметить, что камера старая, ей уже будет 25 лет скоро, ой, 25, 20 лет скоро. В 2005 году она выходила. Очень много убитых экземпляров, поэтому выбрать 5D и Mark I, и Mark II, это вообще целая история. У них есть свои, скажем так, заморочки, есть свои особенности. Зеркало, которое надо проверять, оно там отлетало. Потом разная ушатанность, резинки, ну, в общем, все-все-все. И про это, если хотите, я тоже сниму отдельный видос, потому что я посмотрел максимальное количество информации, пересмотрел 2-3 недели все объявления, которые на Авито были. В общем, все это конкретно изучил, и я очень надеюсь, что у меня все-таки получилось взять хороший экземпляр. По крайней мере, внешне и внутренне, то, что я вижу, он прекрасно работает. Вот, поэтому, если вам нужно, если вас интересует эта камера, то напишите тоже коммент, запишу отдельный видос. Поехали по плюсам. Значит, первое, на что обращаешь внимание, это, конечно же, корпус. Корпус просто прекрасный, камера весит 800 грамм, она очень такая тяжеленькая, увесистая. Значит, в руке сидит прекрасно, отлично, все кнопочки на своем месте, все колесики, до всего можно дотянуться, очень все удобно. Ну, и тут это такой классический вариант от Canon. Я сейчас покажу на подсъемке, как это все выглядит. Все очень классно и довольно просто сделано. Ничего не люфтит, все крепенько, четенько. Второй и один из самых главных моментов, почему так любят эту камеру, это, конечно же, звук затвора. Давайте послушаем его. Вот так вот он звучит. И ради интереса сравним с тем, какой звук можно найти в интернете. Вот, собственно, и так это звучит. Напишите, не знаю, совпадает, не совпадает. Интересный факт, что раньше мне этот звук не нравился. Мне казалось, он какой-то такой полумеханический, такой высоковатый. Но когда снимаешь, блин, ну я тоже могу это отметить, что звук какой-то особенный. Такого реально больше нигде нету, ни в одной камере. Как бы смешно это не звучало. И когда ты снимаешь, это же еще чувствуется, да, зеркало, когда хлопает, когда срабатывает затвор. Это все чувствуется в руке. И, ну, это просто приятно. И да, это действительно факт. Как ни странно, но звук затвора имеет значение. Смешно звучит, но факт. Каждый раз, когда ты делаешь снимок, то этот звук, знаете, как будто, как печать ставится. То, что ты снял шедевр. Так, хдыщ, хдыщ, хдыщ. И так, шедевр, шедевр, шедевр. Следующий плюс этой камеры, это съемка или процесс съемки. Здесь он очень простой. Вы в прямом смысле выбираете всего три параметра. Это выдержка из содиафрагма. И все. Как бы вы делаете фотографию. Вы смотрите на получившийся снимок, на гистограмму в данном случае. Понимаете, насколько вы там пересветили, недосветили. Выносите какую-то поправку, снимаете еще раз, или второй раз, или третий раз. Если нужно, конечно. И, как правило, получаете то, что хотите. Никаких модных, там, современных настроек. Никакого отслеживания, там, почему-либо здесь нету. Никаких настроек скорости фокусировки, например. Подстройки автофокуса даже к объективам здесь тоже этого нет. Короче, здесь нет ничего, кроме вот, как это называется, именно базовых, таких основных вещей. Это нормальный, обычный, такой средний, неспешный автофокус. Это три параметра и кнопка спуска. И вот получается, что сам процесс съемки, это примерно 50% всего кайфа использования этой камеры. И оставшиеся 50% это, собственно, фотографии, которые вы получаете, как, я бы так сказал, какое-то вознаграждение за то, что вы через вот эти вот процессы, для кого-то это боли, страдания, для кого-то это, значит, кайф. Но, тем не менее, тем путем или вторым вы все равно приходите к итоговым снимкам. И если вы любите именно снимать в JPEG, если вы любите именно фотографии прямо из камеры, это, кстати, тоже не мой вариант. Я всегда все снимаю в RAVI, потом загружаю в Lightroom. И Lightroom уже по умолчанию для пятерки выбирает очень классные профили, очень классный цвет получается. Плюс я ставлю стандартный picture profile Canon. И цвета, которые здесь без каких-либо коррекций, они, ну, фактически, наверное, легендарные, можно так сказать. Потому что именно из-за цвета покупают вот эти вот пятаки. Без каких-либо коррекций, плясок с бубнами и других изменений. Вот они прямо реально очень крутые. Единственный момент, чтобы вам получить эти крутые цвета, вам нужно понимать, когда и в каких условиях снимать. Эта камера очень любит рассеянный такой спокойный мягкий свет. Она не любит резких перепадов, тени, света, какие-то вот эти яркие области на солнце. Это все не про нее. Потому что давайте, наверное, плавненько к минусам переходить. В том числе, значит, динамический диапазон здесь очень такой, ну, скудный. Чем-то, наверное, пленку, говорят, напоминает. И вообще вот эта фотография итоговая, она очень сильно пленочную эпоху напоминает. Я в это, в принципе, верю. Потому что 2005 год, это когда Кэнону нужно было заставить людей переходить с пленки на цифру. И вот эта вот первая камера, которая была, собственно, сделана для профессионалов, чтобы они все-таки уходили с пленки. Я думаю, это не случайно. Фотографии получаются очень атмосферные. Я уже не знаю, как там техническим языком это объяснить. Но вот кто-то говорит, что напоминает пленку. Кто-то пишет, что именно слайды. То есть пленочные слайды напоминают цвета. Все. В общем, это в сумме. Ну, основная как бы слава этой камеры, она именно из-за фотографий, которые у вас получаются. Поэтому, собственно, я и пытаюсь максимально вставить в видео очень много фотографий, чтобы вы поняли вообще нравится, не нравится. Вот хотите вы такое или не хотите. Поехали. Теперь по минусам. Значит, первый большой минус, который немножко огорчает, это отсутствие авто-ИСО. То есть, опять же, полностью ручные режимы съемки. Вы не можете поставить приоритет диафрагмы, как я привык, например, снимать. Поставить авто-ИСО. И дальше ты просто ходишь, да, какие-то поправочки делаешь. И во все стороны можешь снимать. Камера сама подстраивается под условия. Сама авто-ИСО поднимает, опускает. В общем, это очень сильно упрощает. Здесь этого нет. Только хардкор, значит, только ручной режим. Есть вот этот зелененький квадратик на режиме выбора дисков. Вот он вроде сфокусировался. Это называется у них авто-режим. Но, опять же, вспоминаем, пятый год. Первая камера. И, собственно, авто-режим заключается в том, что всегда включается съемка по JPG. Вот, RAW на автомате не получается снимать. И плюс, вы не можете вносить никакие корректировки. Соответственно, точки фокуса используются тоже все девять. Но при этом только одна из них крестовая, центральная. И, в принципе, снимать на эту камеру можно только по центральной точке. Все остальные точки, они, ну, скажем так, их надо проверять конкретно с вашими объективами. Потому что они очень сильно мажут, очень сильно косячат. Ну, и доверять им какой-то вот этот авторежим съемки, это значит получить примерно там 70-80% снимков просто вне фокуса. Следующий минус, который выливается из двух только что названных, это то, что, можно сказать, это камера для эгоиста, да, единоличника. То есть вы, как фотограф, который понимает, что крутить, что настраивать, как получить вот тот самый хороший снимок, вы на нее снимать можете. Если вы ее даете кому-то, кто не понимает, как вообще вручную делаются фотографии, снимаются именно настройки, да, выставляются, человек на нее что-то хорошее и адекватное снять просто не сможет. И на посте вы тоже это не вытянете, потому что тянутся равы, тянутся равы примерно, ну, стопа на полтора. Все, что выше полтора стопа, там, ну, максимум два в каких-то случаях, все это превращается в кашу, там вот эти сиреневые шумы в тенях, света не вытягиваются, ну, то есть, в принципе, у вас фотография будет испорчена, и вы никогда вот тот самый цвет и свет, про который я говорил, вы никогда на фотке не получите, если сразу нормально не снимете. Следующая история, про которую я уже говорил, это вот этот самый экранчик, он не тач, не поворотный, конечно же, он, проблема в том, что он очень плохого качества, цвета, которые он показывает, не соответствуют тому, что вы видите в реальности, ну, на компьютере у себя увидите, значит, его разрешение очень маленькое и низкое, вплоть до того, что когда вы приближаете фотографию, вы просто не понимаете, куда бы вы попали в резкость. Есть определенный тоже лайфхак, наверное, я про него тогда в обзоре расскажу, либо напишу в комментариях, если вам интересно, тоже пишите, спрашивайте. Немножко можно сгладить эту ситуацию. Следующий минус в том, что здесь нет очистки сенсора. Казалось бы, такая стандартная вещь, к которой все привыкли, которая у вас запускается при включении-отключении любой современной камеры, здесь ее просто нету. Это значит, что рано или поздно при большой смене объективов, большой и частой, да, в смене, то пыль на матрицу в любом случае попадет, и вам придется ее чистить либо руками, либо отдавать куда-то в сервис. Немножко это неприятно, конечно же, хотелось бы продлить вот эти периоды без чистки. Последний минус из основных, да, которые я для себя сейчас отмечаю, это то, что здесь не все стекла подходят к этой камере. У меня пока стоит только полтинник 1.8 STM. Прекрасный объектив, очень резкий даже на открытой диафрагме. Уж не знаю, повезло мне или нет, у меня нет никакого ни бэк, ни фронт фокуса. Про этот минус я тоже уже, да, говорил, что здесь нет подстройки автофокуса. То есть, если у вас на вашем конкретном объективе будет бэк или фронт, то вы сможете это только в сервисе исправить. Никакой подстройки нет, это тоже на самом деле минус. Но, тем не менее, из тех объективов, которые по обзорам сюда прекрасно подходят, это, собственно, полтинник. Не только STM, но и 1.8, как там, второй, да, и первой версии. Причем 1.4 с диафрагмой, он по отзывам сюда хуже подходит. Ну, то есть, чаще промахивается. Значит, 28.1.8 тоже сюда рекомендовали. У меня тоже этот объектив есть. Честно говоря, пока ни разу его не ставил. Пытаюсь обойтись только полтинником. Просто, ну, как челлендж такой, да, мне полтинник тоже не очень нравился. Но вот сейчас его не снимаю. У меня вообще такой какой-то интересный рассказ. Получается, мне все это не нравилось. Ручная съемка, отсутствие автоисо. То есть, я снимал там в автомате. Очень часто обрабатывал фотографии. Я не снимаю в JPG. И вот эта камера привела меня к тому, что я сейчас снимаю на нее. Мне это очень нравится. Я пытаюсь как бы обойти, что ли, вот эти минусы. То есть, придумать какое-то решение, как мне подстроиться. Потому что я как бы, ну, готов на вот эти все телодвижения какие-то лишние. Потому что мне нравится картинка. Может быть, это изменится. И я там ее через, не знаю, год продам. Надеюсь, что нет. Но вот сейчас это так. Именно первые впечатления, они такие. Ну да, и еще 24-105 F4L тоже к нему должна очень хорошо подходить по отзыву. 17-40, по-моему, еще рекомендовали. Вот встречал такое мнение. И 70-200, кстати, Elko F4 тоже отлично к нему должна подойти. Эти первые впечатления, на самом деле, я снимаю уже второй раз. И первый раз я это все отснял. У меня получился какой-то детальный, подробный, ну, прям в реальности обзор. Я послушал. И мне не захотелось его выкладывать. Вот я не стал его монтировать. Вот я сейчас сниму, сижу и переснимаю. Хочется как-то меньше деталей вам дать, потому что именно как впечатлениями поделиться, чем вот это все там про шумы, что-то такое разговаривать, про серийную съемку. Ну, это сейчас не особо интересно. Давайте уже двигаться к заключению. Значит, поделюсь своими мыслями, кому подходит эта камера и кому не подходит. Опять же, все это условно, потому что на примере моего рассказа вы уже можете как бы понять, что даже если человеку не нравится или не нравилось что-то, то часто люди готовы на компромиссы, да, если другая часть, например, это в моем случае фотографии с этой камеры, они как бы стоят вот этих усилий и того, чтобы, ну, в чем-то через себя там переступить или какие-то привычки поменять. Но, с другой стороны, если вы не готовы к этому, да, к этим изменениям, то вас ничто не сдвинет и ничто вам не поможет. Это можете решить только вы сами. Такое, наверное, сейчас какое-то масло-масляное получается, но мысли вот именно такие. Ситуации бывают абсолютно разные. Давайте по списку. Значит, я тут его поднаписал. Первое. Это, конечно же, ностальгия. Если вы снимали на пленку, если вы любите снимать на пленку, то посмотрите еще обзоры на эту камеру. Это реально, наверное, самая близкая к пленке тема, но это не пленка, ни в коем случае, но близко к пленке. И, ну, реально, посмотрите. Посмотрите, что люди думают. Сами попробуйте ее где-то, не знаю, встретиться с кем-то, подержать в руках, еще лучше на нее поснимать. Возможно, что вам она тоже понравится. И вот те самые пленочные времена, фотографии, которые вы получаете с нее, они вам тоже понравятся, и вы точно так же захотите себе пятак. Я на пленку снимал не очень много, то есть это не моя какая-то область, на которой я деньги зарабатываю. И это просто было для удовольствия. Nikon FE 2 у меня. Пленка сейчас стоит очень дорого. И у меня даже такое есть желание. Здесь компакт-флешки, да, карты старые используются. Вот такие вот квадратики, небольшие. Сейчас их сложно найти, но можно найти эти флешки примерно по одному 2 гигабайта. Здесь RAW-файл весит где-то 11-12 мегабайт. Соответственно, на гигабайт или даже на 512 мегабайт можно найти, у вас будет 50 фотографий. То есть вы можете подойти к этой камере вот с этой стороны, купить флешку на 500 или на 256 мегабайт, и у вас будет 25 кадров. Ну, то есть прям реально как на пленке. И это очень сильно как бы меняет подход к съемке. Следующий пункт это, естественно, бюджет. Потому что я свою камеру брал за 18500 в хорошем, отличном, прекрасном состоянии. За 15000 продаются убитые камеры. Опять же, пишите комменты, если вам нужен гайд, видос, как выбирать пятаки со всеми нюансами, особенностями, на что обращать внимание. Хочется поделиться вот этой информацией, потому что не все так просто, есть нюансы. Где-то за 17-18, там, до 20000 вы можете купить полнокадровый фотоаппарат, который делает офигенные снимки. Да, придется поработать над собой, над съемкой, над какими-то привычками. Но фотографии ничем не уступают современным, а может быть даже и лучше. Собственно, по мнению многих, они лучше, чем современные фотографии с тех же беззеркалок, например. Вот. Поэтому бюджет, наше все. Это, кстати, очень сильно, да, еще в плюс, влияет на то, как вы используете камеру. То есть мне вот не жалко ее брать в поход. Я сейчас снимаю вот это все на Fuji XS20. Тоже хочу про нее обзор запилить. Но Fuji стоил, по-моему, где-то 125 тысяч рублей, а вот эта стоит 18. Представляете, разница в 6 раз, даже в 6,5. Если я, там, утоплю, например, этот пятак, ну, мне будет обидно, но я куплю другой вообще без проблем. И если я сломаю Fuji, там кто-то, не знаю, экранчик от него случайно рукой нажмет и отвернет вот этот поворотный, да, экранчик, или там поцарапает его, ну, я думаю, что тысяч в 30-35 наверное обойдется замена этого экранчика. Это нехило. Вот это реально дорого. А с учетом того, что сейчас без зеркалки, они все такие, знаете, ну, как бы хрупенькие, хлипенькие, там, не дай бог на нее поцарапать, блин, ну, мне вот не нравится, например, убитая камера. Я не хочу царапать фотоаппарат свой. У него ретро вот этот дизайн, ретро стиль. Мне не нравится, когда фотики, ну, небрежно с ними обращаются. У меня вся техника в отличном состоянии. Мне нравится аккуратно ее использовать. И мне нравится то, что она остается в таком, ну, красивом виде, да, потому что в каком-то смысле это, наверное, как некое там произведение технологического инженерного искусства. Вот. Легенда все-таки у нас в руках. Ребята, ну, кому? Какие тут играния в футбол, значит, этой камерой? Собственно, не жалко ее брать и использовать. Вот. Это значит, что больше будет фотографий, которые вам же нравятся. Последние две части, из-за которых я рекомендую эту камеру, это, собственно, если вы любите процесс ручной съемки, вот этого здесь хоть отбавляй. И это фотографии. Я надеюсь, что, просмотрев вот то, что у меня получилось, или перейдя по ссылочке в описании, скачав примеры фотографий, с учетом замедления YouTube, наверное, это будет самый простой вариант. Надеюсь, что вам они также понравились, и вы обратите внимание на этот фотоаппарат. Кому я не рекомендую Canon 5D? Значит, это, естественно, тем, кому нужно видео. Все, очевидно. Потому что никакого видео здесь нет, Live View никакого здесь нет, здесь ничего этого нет. И вторая категория – это те, кому нужен быстрый, цепкий автофокус. Прям клише разговариваю. Значит, какие-то спортивные события, какая-то фокусировка в темноте или в плохих условиях освещения, не знаю, концертная фотография. Тем более профессиональная какая-то фотография, когда вы получаете деньги, вы, ну, как минимум, нужно два пятака с собой носить, да, потому что все-таки время у этой камеры. Это не значит, что вы не сможете деньги ей зарабатывать. Конечно же, сможете. Но здесь очень много ограничений, очень много вот этих минусов, которые сильно осложняют профессиональную работу. Ну, до такой степени, что, наверное, проще добавить еще 20 тысяч и где-то тысяч за 40 взять Canon 6D, который полностью все перекроет, даже видео будет снимать, и Live View там есть, и подстройка автофокуса, и более современная камера. Это, кстати, еще один из вариантов, на который я тоже положил глаз, присматриваюсь, только никому не говорите, а то меня тут съедят. Ну, и, собственно, вот эта вся движуха, да, когда нужна быстрота, скорость, автофокус, это не Pro 5D, потому что он может ошибаться, он очень неспешный, он фокусируется нормально, скажем так, не как-то супер медленно, но и не быстро. Это просто спокойная съемка, когда вы никуда не бежите, на вас никто не летит, не бежит, там не убегает, вы просто наводитесь, жик-чик, сфотографировали, жик-сфотографировали, жик-сфотографировали. Ну, примерно за секунду фокус наводится, он наводится, но не быстро. Попробуйте послушать, собственно, с какой скоростью он фокусируется. Сейчас я покажу. Фокусироваться буду на окно. Слушайте. Наверное, вот так вам поверну, чтобы видно было объектив. Готов. Вот он сбился, он не может сфокусироваться. Сейчас. Готов. Готов. Куда я там фокусируюсь? Готов. Готов. Вот с такой скоростью происходит фокусировка, ну, то есть примерно за одну секунду. Таким образом, прошли с вами по основным впечатлениям. Первые плюсы и минусы зафиксировали. Наверное, сделаю еще видео, если дойдут руки. Опять же, зависит от ваших комментариев. Если будете поддерживать, то точно сделаю. Через несколько месяцев, возможно, следующей весной, потому что сейчас у нас конец лета, начало сентября 2024 года. И посмотрим, как она будет использоваться. В целом, получается, камера очень такая с характером, да, со своими атмосферными фотографиями. Очень она симпатична мне, как любителю вообще фотографии, да, которые вот застал этот переход от пленки к цифре. Я в 2008 году начал фотографировать. И иметь такую камеру уже, можно сказать, в коллекции, это прикольная штука. Наверное, даже просто жалко будет ее продавать, но это не те деньги, чтобы прямо за них как-то, не знаю, держаться. Вот. Прекрасно работает, снимает, и никто не мешает ей пользоваться. Поэтому на этом все. Давайте заканчивать. Всем спасибо. Лайк, подписка, как говорится, пока. Ребята, всем привет. Я купил Canon 5D и... Блин. Прогуляться по городу, в угличе. В общем, хочу показать его. Блин. 2, 3. Тестируем, тестируем. Продолжение следует...